Вот так, видать. Значит, такое дело. Себе хорошо запиши. Мы погрузили, Сергей приезжал, Нина, вот у Надежды Васильевны, тут Нина Васильевна живёт, загрузили дрова. И он поедет завтра. Будет где-то, наверное, к вечеру, но он кому-то будет звонить. Заранее предупредить Виктора Андреевича, Сергея Павловича, Валерия Сокольского, чтобы они разгрузили и пришли. И чтобы Львов Николаевна, её телефон-то знаете, чтобы она уже вчера с обеда ворота не запирала. То есть они прикрытые, но и калитку не закрывала. То есть дёрнул, зашёл, открыл, и он заедет. Огромная машина, пять осей в ней. Ну и разгрузить, проехать дальше туалет, а там, где у нас дрова лежат, и скидать. Но если потом сложат поленец у когда-то, то это неплохо будет. Вот такое дело. Возьми это на себя, проконсультируй. А в субботу батюшка едет, я посылаю диск. Диск отвезти куда надо, и обратно что есть взять. Ну вот такое вот. Хорошо. Запомнишь? Да. Значит, созвонись сегодня, чтобы они на завтра были готовы. Видимо, где-то после работы уже будет. Потому что он загрузился, так ещё поедет в другие места, где-то там свои, родные, забрать, всё привезти. Ну, как я сказал, будет подъезжать, нам позвонит или вам, чтобы вы знали, когда идти. Но мой номер ему дали. Ваш номер, я номер-то ваш, я не знаю, я записал. Нет, ему дали уже мой номер, и мы с ним ещё переговорим. А постой-ка я посмотрю. А ты вот запиши ему, позвони, чтобы номер записал. Запиши. Вы мне его номер дадите, да? Да. Давайте. Сергей Владимирович Шадрин. Пиши. Сергей Владимирович Шадрин. 8, 9, 2, 3, 1, 1, 5, 0, 8, 3, 1. Ну, получится, нет? 923, 115, 0, 8, 3, 1. Верно? Да. Ещё раз повтори. 8, 923, 115, 0, 8, 3, 1. Абсолютно верно. Вот это лучше всего будет вы, чтобы его вызванивали. И он ответит, когда, где едет, к какому месту. Звонить уже можно после, ну, может быть, после обеда. Он сказал, говорит, к вечеру я там буду. Хорошо. Вот, чтобы, ну, не было задержки. Хорошо. И теперь, посмотрите, чтобы он хотел в октябре приехать, чтобы приехал. Тогда мы картошку перевезём на газели. Она что-то забарахлила тут и отказывается ехать, Андрей. Мы на газели привозили. Но не на газели, так и надо с кем-то договориться, чтобы за нами-то когда, 10 октября. Предупреди Дыбнова. Может быть, он приедет, заберёт меня с собакой да с кошками. Может, кое-что захватит. В октябре? А? В октябре, да? Да, 10 октября, видимо. Дело в том, что у него-то Серёжина машина-то. А у него специально там куда собаку привязывать и всё такое. Решётка. Если будет, то скажи, сделать как у Серёжи было. То нам некому обращаться-то больше. Себя пометь это, чтобы заранее договорить с ним. Ну, мы будем молиться. Ну, так-то всё, ладно. Живо-здорова. Всё, ну, слава Богу. Марина ещё там у вас? Да, она помогала их грузить. Ну, с Мариной вообще-то она бегом бегает. И мальчишка-то такой весёлый. Ну, совершенно не так, как у других. И она прямо расторопно всё успевает делать. И на кухню звонок бряхнет, со всех ног несётся. Всё подставляет. Сядешь за стол, там одно, другое, третье наставляет. Она прямо горит этим. Молодец. Чтобы остальное дело шло. Если её какому делу допускаешь, она вся выкладывается там. Молодец. Ну. Поклон от меня. Вот так. Слава Богу, вам помощников Господь таких отправляет. Ну, вот видишь, там, батюшку я вчера всё-таки вызволил. В машину посадили. Володя провёз на второй мостик. Посмотрели на шлюзи и здесь. И он здесь сделал кое-какие замещания. На Симаковском. Так что придётся мне вторично войти в расходы. Заказать бульдозер. Потому что тогда он не мог с этой стороны или не хотел. Он всё хорошо сделал. Но получилось, что отсюда видно просадка. Чтобы поднять. Иначе весной опять прорвёт и всё пропало. Вся работа. А платить за каждый час. Вот он едет сколько сюда на тракторе. За каждый час две тысячи. И обратно едет тоже две тысячи. А сколько часов едет он? Это уже... И сколько работает? Как сейчас прошёл? Две тысячи, две тысячи, две тысячи. А у меня тут... Там мне сообщают, кто-то посылает там на вас. Да, да. Да, да. Ну, там накапливай. Если я зимой-то вернусь, мне никуда только набирать это число, чтобы помочь кому надо. В плену которой. А пельсию получу. Я всегда пополам делю её с Володей. Потому что он-то нигде ничего не получает. Да ещё машину-то купил. Матушка помогает ему. А матушка... Ты её не видела? Видела? Она лет на 20-30 состарилась сразу. Состарилась? Нет, я понимаю, что такой вид у неё и рот такой, что... Ну, прямо только из гроба отпустили на 5 минут. Я Валентину Сортисон видела. Валентину какую? Сортисон. Не пойму. Сортисон, Сортисон, которая из Германии. А, Валентина, Сортисон. Да. Она похудела на 7 килограммов, постройнела, похорошела. Прям. Видишь, кому-то и на пользу. Потому что такая смердящая сегодня атмосфера, что кто-то что-то должен какие-то меры принимать. И Господь даёт. Но остальное всё при встрече. Значит, обязательно на Любу выйди сегодня, чтобы она была там. Если нет двери, утром в ворота уже, чтобы она их замки убрала, и только закрыты были. И калитку не запирать. Не запирать никак. Не на ключ никак. Чтобы она не бегала. И чтобы она сразу тебе сообщила, что сделана она исполнительная. Да. Ну и всё. Хорошо, всё. Созвонись со всеми. Ладно. Ты пока у Виктора Андреевича там спроси такое. Я тебе покажу палец, что у меня вот он не сгибается, отрезала его. И что тут? Мне кажется, я не знаю устройство, но есть сухожилие верхнее и нижнее. Видимо, верхнее перерезано, и оно не движется. Согнуто вниз, тянет и кверху нет. Скажи, так я рассуждаю или нет. Нельзя ли потом сшить как-то их? Сухожилие-то. Говорят, сшивают. Ну, я не знаю. Ну, пришла опять. Иди гуляй. Ну, всё, пока. Ну, с Богом. С Богом. Всё, перезвони, и мне дай звонок, или на Володю. Ну, на меня лучше. Что, всё сделала как надо. Посмотри, кто там ещё из братьев. По Андрею. Андрею скажи, если он сможет. Сегодня у меня, Игорь, занимал 20 мешков, потому что для Андрея там 20 не хватает. Ну, вернём, вернём. Андрей всё вернёт. Ну, всё нормально. Ну, всё, отошёл. С Богом. Спасибо, Христос. Мне всегда радостно с тобой встречаться.